Штаты ставят собственные интересы превыше всего, на что имеют полное право. Другое дело, что в эти интересы входят очень тонкие материи, которые называются понятиями миропорядок, демократия и т.д. В определенные периоды истории они выпячиваются на первый план, а иногда задвигаются взад. Все длительные процессы носят колебательный характер, но если провести среднюю линию, тогда все встанет на место. Все, что там выносят на первые полосы газет, надо оценивать с точки зрения внутреннего состояния США, а также делать большую поправку на выборы, которые там проходят раз в два года. Основные президента и части пары палат Конгресса и промежуточные, примерно то же самое, но без выборов президента. Это может выглядеть как-то странно, что какие-то основные ценности рассматриваются через призму выборов, но эти выборы реализуют фундаментальные составляющие того, что мы понимаем под термином демократия, а именно право выбирать и быть избранным. Когда это не порнография, имитирующая выборы, то кандидат идет к избирателю и пытается донести до него то, что хочет сделать и как будет реализовывать фундаментальные принципы демократии. По-другому оно не работает. С очень большой осторожностью надо относиться к центральным изданиям Вашингтон-Пост или Нью-Йорк Таймс. Совсем недавно произошел скандал с неким Карлосоном, ведущим телеканала Fox и все увидели, насколько тенденциозно может работать пресса. В итоге сработал другой принцип – равенство перед законом. В результате Карлсон улетел, правда своему телеканалу он принес убытков на три четверти миллиарда долларов, но тем не менее эта телесеть довольно специфически доносила информацию. Нью-Йорк Таймс в последнее время показывала странную редакционную политику, что даже вызывало сомнения, насколько это серьезное издание, а не бульварное чтиво. И вот там вышел материал, который серьезно бренькнул по струнам балалайки, а на болотах сразу завыли. Вот как там это комментируют. В президентской администрации США больше не опасаются, что помощь оружием Украине и перенос военных действий на российскую территорию заставят Москву пойти на эскалацию и втянуть в противостояние войска США и НАТО. Наоборот, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американских чиновников. Теперь в Кремле не хотят распространения войны на другие страны из-за боязни, что это усилит военные позиции Украины и заставит Вашингтон дать ей те виды вооружений, которые он пока отказывается предоставлять. В издании подчеркивают, что штаты долго утверждали решение о поставках все более тяжелых вооружений для ВСУ и, по слухам, ряд позиций поставлялись с определенными условиями по применению. Официально об этом не объявляли, но именно так можно понимать комментарии Белого дома о том, что правительство США не поощряет удары определенным оружием по целям на территории Москвы. Такое слышали от Джейка Салливана и других сотрудников администрации президента Байдена. А в итоге все видели, насколько туго шли вопросы о поставках Украине, танков и самолетов. На этом играл московский агрессор, с каким пафосом в Москве рассказывали, что теперь против них опять могут оказаться немецкие танки. А по поводу американского оружия подымался особый ор, но всегда стандартно. Когда принимали решение, тут же заводили речи о том, что на самом деле речь идет о передаче старого оружия, которое сама Московия давно догнала и перегнала своими вундервафлями. Правда, чем дальше, тем весь треп становился все более вялым. Началось все с того, что в Москве хоть поржали с Дживелина, Эн Лофф и Карла Густава, но громче всего усцекакались от стингеров, которые поставляли еще в начале 80-х афганским маджахедам. Правда, очень скоро выяснилось, что смех куда-то пропал, потому что пылающие колонны бронетехники, разнесенные легкой пехотой ВСУ, десятки сбитых самолетов и вертолетов – непосредственно результат работы Стингера, что заставило Москву заткнуть фонтан. Потом рассказывали, что Хаймарс – устаревшая система, а вот ураган и смерч намного более вундервафельней. А потом пообещали кучу денег за каждый уничтоженный Хаймарс. В итоге вынуждены отодвинуть тылы из зоны досягаемости этих ракет. Или совсем недавно они поржали от гепардов и даже Патриот, которые Путин обещал легко пощелкать. В итоге прощелкали кинжалы с искандерами. Тем не менее, в основном все это применялось на нашей территории, а лупить таким железом за поребрик ВСУ показательно воздерживались. Очевидно, что такие ограничения сделаны не по собственной инициативе. И вот Нью-Йорк Таймс со слов высокопоставленного чиновника Пентагона пишет такое. Цитата из Раша прессы. «Мы не собираемся расследовать это», – заявил на прошлой неделе пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, участвовала ли Украина в организации ударов по Москве. «Мы не говорим украинцам, где наносить удары, а где не надо, как им проводить свои операции. Это война. Такое на войне случается». Более того, издание пишет о том, что главной целью боевых действий во время открытой войны является нанесение агрессору максимального ущерба. И если Московия ни в чем себя не ограничивает, то какой смысл в ограничениях Украины, которую сдерживают от нанесения ущерба, который она способна наносить? И похоже, что Белый дом наконец пришел к выводу о том, что искусственно затягивать ситуацию не имеет смысла и себе дороже. Поэтому многотиражки Московии пишут такое. Расширение войны за счет втягивания США из стран НАТО способно еще больше осложнить положение российской армии. А опасения, что Москва может применить ядерное оружие, несколько улеглись. Хотя предупреждают американские чиновники, это может измениться, если Путин почувствует себя загнанным в угол. Российские власти ничего не смогли противопоставить расширению НАТО за счет вступления в альянс Финляндии. В результате граница России с альянсом увеличилась вдвое и скорого вступления Швеции. Ни Путин, ни другие руководители страны и вооруженных сил публично не реагируют на то, что война уже фактически идет в Белгородской области, откуда эвакуируют население. Прямо пока не пишут что-то типа «Батя не смог», но явно намекают, что Запад подтерся не только красными линиями Путина, но и самим предводителем. Это уже свершившийся факт, что видно по тому, что и как делает Запад, к тому же оформив Путина в конченые ублюдки. Ордер на арест международного суда в Гааге как раз и есть формализация такого отношения. Там же цитирует Эвелин Фаркас, исполнительного директора Института Маккейна, которая была ведущим консультантом по Украине и России в администрации Обамы. Думаю, администрация США действительно изменила позицию, поняв, что Россия не просто проигрывает эту войну в стратегическом отношении, но и, скорее всего, в военном. Бен Ходжес подвел черту в обзоре американского издания такими словами. Согласно уставу ООН, каждая страна имеет право защищаться, так что нанесение России максимального урона крайне важно для Украины с юридической и с военной точки зрения. Заметим, все это было написано до того, как в США стало известно о подрыве российскими террористами дамбы Каховской ГЭС. Теперь позиция только ужесточится.